Может быть Владимир Владимирович Путин виноват? Мы его спросим. Мы напишем ему письмо. Мы поедем, мы делегируем туда. Значит, какую-то делегацию скажем, Владимир Владимирович, чем вас обидели в кассе? Слушайте, это наши братья. Если вас чем-нибудь обидели, мы рассеем какие-то недоумения, почему-то молчание. Значит, все-таки стопор не оттуда исходит. Значит, что-то здесь не так. И из доклада комиссии, которая здесь была, из доклада поликой, мы знаем, что, извините, но правительство обменили в коррупции. А где коррупционеры? Почему они не наказаны? Это преступление? Меня очень поразили слова президента, когда он сказал, как-то однажды, выступая на очередном активе, сказал, ну что нас обменяют в коррупции? Ну, документов не было составлено. Да мы составлено. Слушай, Александр Золотинский, следователь по своей профессии, он юрист. Как это можно сначала строить, а потом документы создавать? Вообще непонятно. Это значит, что даже вообще не считается, что говорит. Он говорит то, что, ну, немножко обидно, мы же не дураки совсем. Президент Соединенных Штатов Америки, в которой проживает 480 миллионов населения, выступает каждый понедельник по 5 минут. Президент Российской Федерации с экрана не сходит, как мы знаем. То туда поедет, то туда поедет, так же и Медведев, так же и остальные чиновники. Когда было последнее выступление нашего президента? Я не помню. Непрозрачность действий. Непонятные решения, которые... Мы даже не знаем, что там в тиши кабинетов, что там решается. А может быть, там такие действия решаются, что если бы мы это услышали, нам бы дурно, может быть, стало. Без учета, без всякого учета мнения общественности. А ведь это общественность. Мы говорим, конфликт грузино-абхазский или абхазо-грузинский. Да нет. Это была национально-освободительная революция. И народ создал эту власть. Народ создал это государство. И так не считаться с ним, это дурно бахнет. Действия криминала по отношению к русским отдыхающим, приезжающим к нам в гости. Слушайте, я всегда знал, меня мой отец воспитал, меня соседи подсказывали, там, друзья мои. Слушайте, у абхазцев гость, это, ну, вообще, бог в дом, бог в дом, всегда говорили абхазцы. Слушайте, мы их грабим с ног до головы. Вопрос другой. Я не вижу, чтобы для этого, для устранения этой вещи предпринимались какие-то кардинальные действия. Кроме того, я как специалист могу сказать, данные действия носят направленный антирусский характер. Сегодня преступность воюет с русскими. Да, здесь говорил, совершенно докладчики говорили, мы докатились до того, что нас Российская Федерация объявила зоной, неблагоприятной для инвестиций. Власть должна нам сказать, слушайте, надо быстро тревогу поднимать, как мы до этого докатились. Ведь молчат, это же нормальное, они понимают. Значит, власть оценивает, что это нормальное явление. Добились своего. Зона неблагоприятная для инвестиций. Как жить дальше будем? Вызывает очень большое недоумение прекратившаяся помощь инвалидам в войне и прекращение снабжения их медикаментами. Медикаменты у нас очень дорогие. Они по сравнению с Российской Федерацией стоят на 50-60% дороже. И в преддверии Дня Победы прекращают эту помощь. А ведь инвалидов у нас всего полторы тысячи. И сумма задолженности составляет смешная задолженность. Всего лишь 8 миллионов, слушайте. И вот из-за этих миллионов, в преддверии, из-за этих несчастных 8 миллионов, в преддверии Дня Победы, отказать этим инвалидам, значит, помощь. Это так вообще здраво. Складывается впечатление, что руководство страны, кабинет министров частности, не справляется. С управлением нашим маленьким государством. Поэтому, наверное, надо ставить какие-то вопросы. Наверное, надо... Может быть, они как-то заблудились. Может, им нужна помощь. Может быть, наше собрание тоже сегодня как-то, я знаю, не очень приветствует. Да, но пусть они поймут, что мы хотим и им помочь, и народу помочь. Потому что сами они из этого тупика, в который зашли, самостоятельно не выйдут. Спасибо.